Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую и сегодня хочу поговорить о новостях. Так, Technic D делает интересный пост о XRP. Я вам хочу его показать. Так он пишет про эпоху Ripple. Это эпоха, которая отчитывает количество секунд, прошедших с 1 января 2000 года. Все даты и время в XRP Ledger реестры записываются именно в соответствии с Ripple эпохой. Во времени первая это обложка Economist 1988 года с Phoenix, который выстает в цифровом виде из Fiat. Кстати, это был год дракона. Второе. 2000 год тоже год дракона, с которой начинается эпоха Ripple. Идея RippleNet в начальной фазе. В эту фазу входят первые тесты платежной системы и формируется понятие цифровой экономики. Третье. 2012 год. Год водного дракона. Год, когда выходит первая версия XRP Ledger OpenCoin. Кстати, самая маленькая часть XRP это капля, дроп. А сама компания Ripple переводится как рябь. И весь проект ассоциирован с водой. И уже сформированы идеи и проведены тестовые показы с доказательством эффективности криптографических RTGS. Также выходит в свет XRP L2.0. Это внедрение функций, которые более всего нужны. И были протестированы на смарт-контракты в других сетях. Автоматизированы маркетмейкеры, NFT, кросс-чейн-бридж, сайдчейн и DID. И существенно меняются правила игры и обоснования используя криптографических DLT-систем. Получается, что 36 лет от 1988 года до 2024. Первая, вторая и третья эпохи 1.2.3 будут в наступающем в 2024 году пройдены. И все эпохи связаны с числом 144. Кстати, зарегистрированы XRP в списке BIP под номером 144. Дюжин и дюжин, 12 лет по 12 месяцев от начала эпохи Ripple. Число Fibonacci и число связанное с писаниями. Возможно, инсайдер по XRP Бер Эбилгай говорил именно про эти числа 1, 2, 3. Про эпохи Ripple. И возможно, сейчас как раз наступает время четвертого подсолнуха из картинок медведям. Также еще, компания Ripple строит инфраструктуру для новой глобальной системы платежей в реальном времени. И это та причина, по которой Банк Международных Расчетов назначит Ripple по целевой группе по трансграничным платежам. А XRP займет большую рыночную долю рынка криптовалют. Это произойдет в мгновение ока, и все банки будут подключены. Также еще, Эдвард Фарейн пишет, что компания Ripple общалась с Банком Международных Расчетов, Советом по финансовому стабильности, Банком Международных Расчетов по вопросам регулирования деятельности в области криптоактив. И в документе несколько раз упоминается XRP, указывая, что XRP независим от компании Ripple. И XRP является мгновенным мостом между валютами. Сценарий готовится к глобальному принятию, и Банк Международных Расчетов об этом знает. Также еще, Эмили пишет, что с 1 января 2024 года к BRICS присоединились 5 стран. Это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Иран. Добро пожаловать в 2024 год, год перемен. Столь необходима новая финансовая система и валюта BRICS, объединенная XRP. И она пишет также, не дайте себя обмануть. Основным средством массовой информации. Всегда проводите собственные исследования инвестиционных стратегий. И самое главное, узнайте о том, о чем молчат основные средства массовой информации. Особенно мы знаем, что они молчат о XRP. И в заключении видео, Криптобилл Боу делает сравнение графика биткоина за 2020 год с потенциальным графиком XRP за 2024 год. И мы видим, что XRP может показать отметку примерно в 27 долларов. Также он пишет, что XRP просто движется немного медленнее, но все еще следует за планированным пути. И если 2020 год был годом третьей волны у биткоина, то 2024 год станет годом третьей волны у XRP. 2021 пятерка это начало, 2024 восьмерка это бесконечность и 2025 это девятка завершения. Мы видим тут заветные числа 5, 8, 9. Здесь он суммирует сумму чисел года. То есть 2021 это 2 плюс 0 плюс 2 плюс 1 это 5. 2024 это 2 плюс 0 плюс 2 плюс 4 это 8. И 2025 2 плюс 0 плюс 2 плюс 5 это 9. Таким образом, по его мнению, завершение бычьего ралли по XRP будет именно в 2025 году. Но и 2024 год может по многим признакам показать очень достойные результаты. Спасибо за внимание. Я надеюсь вам нравятся мои видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok